Вершиной было, когда меня пригласили в Измайлова выступить на презентации книги про Афганистан, как мне было сказано. Я пришел трясущимися руками, взял, настроил гитару, по коридору ходили люди в народных костюмах, на сцене стояла трибуна и какой-то портрет Богом, вот так. Судя по рамке, это была икона из красного дерева, резные такие ставки, и сидел президиум, человек 20 в президиуме сидел, два священника, три героя Советского Союза, два героя России и так далее. Как говорят, каждой твари попали. Я вышел с трясущимися руками, спел песню «Честь имею», мне сильно хлопали, говорили, что я молодец, в зале был средний возраст примерно 85 лет. И я ушел с красной мордой, на следующий раз у меня встретил один из ветеранов нашего уникального центра, он сказал, Миша, я знал, что ты наш, я знал, что ты наш. И показал мне газету «Завтра», в которой было написано, что вчера в концертном комплексе Измайлова состоялось празднование 125-летней годовщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталин. То есть я попал. А там же, на том же мероприятии присутствовал Альберт Макашов, который что-то сказал тогда про евреев, и он был очень грустный, и ничего не говорил, он просто тихо сидел в президиуме. Да, почему я это все рассказываю, это предисловие к следующей песне новогодней, которая родилась буквально через год. Страдают люди, стоят за водой, вот демократии, лик ужасный, зовут Россию спасать народы, под знамя красных, под знамя красных. Вот коммуняки, страну измучив, здесь снова лагерь хотят заделать, вставайте, люди, бегите кучей, под знамя белых, под знамя белых. Уж так старались, уж так потели, я вышел утром, а воздух свежий, и тихо встал в мозгу идеи. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот так. Ужас, песня политизированная страшная.